Сегодняшнее наше чтение будет Апокалипсиса, Откровения Святого Иоанна Богослова. Это самая непростая книга для понимания. Она относится к разряду апокалиптических книг. Вы спросите, а разве есть у нас еще апокалиптические книги, кроме Апокалипсиса? Апокалиптических книг у нас больше в Священном Писании нет. Но у нас есть отдельные главы в Священном Писании, которые имеют апокалиптическое содержание. И в Ветхом Завете это глава у Даниила есть, в книге Даниила, пророка. В Евангелии от Матфея есть, в Евангелии от Марка и в Евангелии Луки тоже есть глава. Мы будем касаться этих глав, но не сегодня. Что такое апокалипсис? Потому что это слово озвучивают сейчас люди, которые никакого отношения не имеют к Церкви. Есть фильмы, называется «Апокалипсис». Вот в частности, есть кинокартина Гибсона «Апокалипсис». Но этот фильм никакого отношения не имеет именно к нашей книге «Апокалипсис». Он хотел показать крушение цивилизации, гибель одной отдельно взятой цивилизации, конец ее истории. Но вот «Апокалипсис» буквально переводится с греческого языка как «Откровение». «Откровение» — слово для нас понятное, оно говорит о том, что что-то мы должны открыть или нам что-то открывают. И если мы посмотрим в первую главу, первый стих, я думаю, что у всех есть тексты. На будущее нужно брать тексты обязательно, чтобы вы могли следить, вам будет легче понимать то, о чем мы будем говорить с вами. «Откровение» — «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». Здесь мы видим, что Господь Иисус Христос открывает, именно это Его откровение, не откровение Иоанна Богослова, а откровение Господа Иисуса Христа, апокалипсис Господа Иисуса Христа. Существительное откровение «Апокалипсис» на греческом языке имеет еще такое служебное значение, как шторка. Когда шторка открывается, то мы можем видеть то, что скрывается за этой шторкой. И вот Господь приоткрывает то, чего раньше Он не открывал для человечества, открывает через Иоанна Богослова, чтобы показать рабам Своим. Оно, это откровение, адресовано Его рабам. Это значит, что люди, которые не являются Его рабами, не могут понять содержание этой книги. Это значит, что человеку, чтобы понять эту книгу, ее содержание, нужно иметь созвучный духовный опыт, нужно быть в Духе Святом. Чему надлежит быть вскоре? Эти слова «вскоре надлежит быть» ставят в нас в некое недоумение. Потому что на Патмосе Иоанн Богослов получил откровение в 95-м году. А вскоре это значит, может быть, через несколько лет. Но мы знаем, уже прошло две тысячи лет. И то, о чем идет речь, ниже мы, конечно, узнаем больше, из чтения Апокалипсиса, оно не свершилось. Но, конечно же, намеки на свершение того, о чем Господь открывает в Апокалипсисе, будет свершаться. Мы вспомним слова апостола Павла о том, что он говорит, что много уже Антихриста есть. Конечно, надлежит прийти Антихристу, именно тому, кого мы, собственно, и считаем Антихристом. Но в мире уже есть Антихристы, говорит Апостол Павел. То есть Антихристы — это противостоящие Христу. Поэтому как бы в каждой эпохе есть вот это ощущение конца света. Каждая эпоха это ощущала. Уже первые христиане это ощущали. Они считали Нерона, гонителя первых христиан, Антихристом. Но это не Антихрист. Это не тот, кто должен еще будет прийти. И тем не менее, это вскоре оно ставит в какое-то недоумение, как я уже сказал, читающего этот текст. И многие, а мы особенно это увидим, когда коснемся исторических периодов Церкви Христовой. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Вот эти первые три стиха, если мы обратим внимание на структуру самого текста, они являются источником откровения, то есть определением того, откуда вообще берется откровение от Господа Иисуса Христа через Иоанна Богослова. И все это имеет жанр эпистолярный, эпистолярный, эпистола, письмо с греческого языка. То есть Иоанн Богослов от Господа Иисуса Христа должен написать всем церквям. Можно применить сюда еще слово «энциклика». Это латинское слово. Вы его, скорее, может быть, встречали или слышали из истории католической церкви. «Энциклика» — это окружное послание в переводе. Окружное послание — это значит, что все эти тексты адресованы не только тем семи церквям, о которых мы узнаем из второй и третьей главы, а вообще ко всем церквям. И с 4 стиха по 8 стих апостол Иоанн приветствует, что и характерно для любого эпистолярного жанра. Вначале приветствует адресата. Иоанн с семи церквям, находящимся в Осирии. Семи церквям — это число полноты, в отличие от цифры шесть. Шесть — это цифра неполноты. Шесть дней делай дела твои, а седьмой день Господу Богу твою. Вдумайтесь именно в эти слова. Мы знаем, что Антихрист будет обозначаться тремя шестерками. Для него интересно именно то, что связано «делай дела твои» в шесть дней. А вот седьмой день Господу Богу твоему, ему неинтересно. Шесть и вот этот седьмой день покоя. Это день покоя Божьего, когда человек Воссылает хвалу Богу, он отрицает. Поэтому мы видим, что Господь говорит, когда семи церквям, это значит, что Он обращается к церковной полноте. Вообще ко всем, не только к семи патриархатам, или семи епархиям, или семи приходам. Вообще ко всем. Находящимся в Осии может смутить вас. Осия – это Малая Азия, нынешняя Турция. И вот ниже названий церквей, которые я перечислю, они находятся именно там. На, скажем так, значительно небольшом, незначительном таком географическом пространстве. Но они находятся все рядом. Это можно увидеть на карте. Я имею в виду на карте Священного Писания, потому что названия этих городов старые, а сегодня там названия уже турецкие. «Благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Когда мы встречаем в очередной раз слово «семь» духов, находящихся перед престолом его, мы четко должны понимать, что идет речь именно о семи дарах Святого Духа, о семи благодатных дарах Святого Духа. Но опять-таки, это не значит, что дары Святого Духа ограничены только цифрой семь. Нет, даров Святого Духа гораздо больше. Но здесь идет речь опять-таки о полноте. И когда идет речь о семи духах, то идет речь о Святом Духе. Потому что мы познаем присутствие Святого Духа по Его дарам. Вот святые люди имеют святые дары, дары Святого Духа. Вот дар терпения. Это тоже дар Святого Духа. «В терпении вашем спасайте души ваши». Вот если имеет человек такое христоподражательное терпение, значит, в нем живет Святой Дух. В нем присутствует Святой Дух. Потому что другим образом осизать, как-то прикоснуться к Святому Духу мы не можем. Только через Его дары, только через Его благодать, находящимся перед престолом Его. «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный». Я, простите, забыл упомянуть, что «Который есть и был и грядет», идет речь об Отце. Это Отец. Семь духов указывает на Святого Духа. «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный». «Первенец из мертвых и владыка царей земных, свидетель». Это очень важное слово Священного Писания. «Мартис» на греческом языке, так звучит это слово. В церковной практике переводят это слово «мартис» на русский язык, как «мученик». «Мартис». 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 о мучениках, книга о мучениках. В этой книге протоколы, когда допрашивали мучеников, то записывали этот допрос. И вот называется «Мартиролог». И вот свидетель, свидетель верный, Он является свидетелем кого? Иисус Христос. Он является свидетелем Отца. Это очень важно понять, потому что есть такие сектанты, они называются «свидетели Иеговы». И вот свидетели Иеговы, они говорят, что мы свидетели Отца Иеговы. Правда, на еврейском языке это звучит не Иегова, как они произносят, а Яхве. Но вот они говорят, что они свидетели Иеговы. В этом их именно догматическая ошибка. Свидетелем Иеговы, то есть Отца, является только Сын Божий. Больше нет свидетелей Отца. Потому что Отца никто же, видя нигде же, только Ма Сын Единородный. Он Его явил. Поэтому нет больше свидетелей. Отец не показывал Себя человечеству, но являл Себя только через Сына. Сын Божий, Он явил. Свидетель верный. Ну, с верой у нас очень много связано, потому что сама религия, само православие называется верой. Верность – это и достоверность, это и доверие. Здесь очень много связано с верой. Поэтому я как бы в данном случае не стану остановить свое внимание. Первенец из мертвых, владыка царей земных. Первенец из мертвых. У нас возникает вопрос. А неужели Христос первый воскрес в конве истории? Нет. Мы знаем и в Ветхом Завете, пророк Илья воскрешал из мертвых. Елисей пророк воскрешал из мертвых. Да и, собственно, Спаситель воскрешал до своего воскресения и Сына вдовы Наимской, и Лазаря Четверодневного. Но все воскрешения, которые были до воскрешения самого Христа, они были, то есть эти люди были воскрешены для этой жизни. И те воскрешенные люди, они умерли второй раз. И Лазарь умер, и Сын Наимской вдовы, и все-все-все. И вот когда идет речь о том, что Он первенец из мертвых, это значит, что Он воскрес и всегда живой. После этого Он уже не умирал и не умрет. И все, кто будут иметь причастность к Нему, они все получат именно такое воскресение. Это будет воскресение, мы о нем узнаем из последующих главы. Бытие, поэтому я, простите, откровение, я сейчас не буду детально останавливаться. Но очень важные слова. И владыка царей земных. Но в истории нам известно, были разные владыки. Разные были цари. И были ярко выраженные антихристы, о которых говорит апостол Павел. И здесь идет речь о том, что Он владыка царей земных. Без исключения. И помните слова апостола Павла, когда он говорит, что всяка власть от Бога. И вот эти слова многих смущают. Особенно, когда идет речь о власти узурпированной или геспотической власти, власти тирании. Как же быть с этой властью? Ответ в следующем. Когда идет речь о власти, то идет речь не о власти определенных царей, а идет о власти как таковой. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Что никто не может проявить власти из царей или людей вообще, если Бог не позволит проявить эту власть. Поэтому ни тиран не сможет проявить власть. Ни положительный какой-то персонаж человеческой истории. Если не позволит ему Бог. То есть, началом и позволителем реализации любой власти есть Бог. И это не значит, что если всякая власть от Бога, как некоторые думают, то считают, что происхождение у этой власти божественно. Божественно в смысле некой формы власти. Что некая форма власти является нормальной, канонизированной, скажем так, церковью. Нет. Идет речь не о канонизации какой-то власти, а идет речь о том, что Бог позволяет осуществляться властью. Я думаю, это понятно. Ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, Слава, держава, вовеки веков, аминь. Когда апостол говорит о том, что он возлюбил нас, то свидетельством о том, что есть любовь Божия к человеку, есть его кровь. Потому что мы очень много можем красноречиво говорить о любви, но не дать себе порезать кожу. Бог же восходит добровольно на крест, Сын Божий. И самое для нас непостижимое, что это позволяет сделать Отец. Воля Отца более непостижима в данном случае, чем воля Сына. Одно дело, когда я, Сын, Своего Отца, решаю принять какое-то решение. Это мое решение. Но когда Отец мой говорит, да, Сын, взойди на крест, ему гораздо это сложнее сделать, чем мне это сделать. Потому что я принимаю решение за свою жизнь, а Отец принимает решение за мою жизнь. Ему это сложнее сделать, потому что это не его жизнь. Здесь больше мера ответственности. И вот в предвечном совете при Святой Троице, о которой речь вообще идет в Священном Писании, в первых главах Бытия, когда говорится, что сотворим человека по образу, сотворим по образу и подобию нашего. Вот именно это и был предвечный совет. Потому что Господь как бы спрогнозировал, Он знал, что будет. И Он знал, что нужно будет Сыну отдать свою жизнь. И Сын сказал да. Он согласился. И вот свидетельство, знак этой любви, это Его кровь. И вот именно Его кровь, Его чистая, невинная кровь, она сделала человечество, вернее сказать, вернула. Даже не вернула. А кроме того, что вернула кровь, дала еще больше царского достоинства, чем было у Адама до грехопадения. Потому что Адам до грехопадения был царем природы. Это действительно так. Он был священником Бога Живого. Потому что священник в широком смысле этого слова. Это всякий, приносящий жертву Богу. Всякий, приносящий молитву Богу. И вот Адам был до грехопадения царем и был священником. Но он потерял эти достоинства вследствие своего грехопадения. Потому что его царем стал лукавый. Помните, апостол Павел сказал, кто кем побежден, тот тому и раб. Денице, дьявол, победил человека. И он стал называться с этого момента, до пришествия в мир Христа, князем мира сего. И именно благодаря любви Божьей, пролитию крови Спасителя, нам, вернее сказать, было возвращено царское достоинство. Многие люди не подозревают о царском достоинстве и о священническом достоинстве во Христе. Но именно христианин должен быть царем. Царем – это значит властвовать. Властвовать над чем? У философов античных есть определение человека как микрокосмос. А вот отцы-каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, они сказали, нет, это не микрокосмос человек. Это макрокосмос. Это большая Вселенная. Потому что в человеке есть то, что есть в этом мире. Но в мире нет того, что есть в человеке. Поэтому человек больше, несмотря на то, что он маленький, если рассматривать его физическую величину, он больше этого мира, потому что в нем есть бессмертная душа, в нем есть образ и подобие Божие. И поэтому человек должен царствовать прежде всего над той Вселенной, которую он получает от рождения своего. Он должен царствовать над, помните, как есть у Суворова такие слова, победивший себя сможет победить весь мир. Он должен стать царем, он должен иметь суверенное государство над собой. и тогда он сможет царствовать и над всем миром, если это будет угодно Богу. Но именно если это будет угодно Ему. Потому что человек не должен стремиться к власти как таковой над миром. Он должен стремиться только к власти над самим собой. Потому что человек, не овладевший собой, не сможет себя посвятить Богу. Он не сможет реализовать себя в другом даре, священство. Он не сможет себя принести как жертву Богу, жертву живую. Потому что он собой не владеет, он не владеет мыслями своими. Он хочет в молитве принести свои мысли, а он не может принести их. Потому что они Ему не подчиняются, как мы часто говорим. Я молюсь, но молитвы разбегаются. Они как обезьяны с ветки на ветку прыгают. Человеку нужно этим зоопарком овладеть внутри самого себя. Стать царем этого зверинца. И только тогда он сможет стать священником. Поэтому по учению святых отцов священство выше царства. Потому что царство это начало, а священство это конец. Потому что мы всегда приносим Богу твоя от твоих. Это значит, что мы приносим Богу то, что Ему всегда принадлежало. Просто мы возвращаем. Ведь даже если мы приносим на освящение яблок или какие-то вот на преображение или воду приносим. Это приносится в жертву Богу то, что было и так Его. Просто мы вырываем от себя и приносим это тебе, Господи. И поэтому каждый человек, принявший крещение, становится, виднее сказать, получает возможность стать царем и священником. Получает эту возможность. Но, к сожалению, не каждый пользуется этой возможностью. он не понимает, что нужно царствовать над собой. Он не понимает, что нужно приносить Богу эту жертву святую и живую. И поэтому именно апостолы определяют человека как храм Святого Духа. Потому что все, что происходит в человеке, не сказать, должно происходить, оно должно напоминать службу в храме. А в храме все благообразно и почему? В храме существует определенный ритм. Отсюда нужно заметить ритуал, имеет однокоренное происхождение с словом ритма. Вот если обратите внимание на богослужение, есть дневной круг богослужения, есть недельный круг богослужения, есть годовой круг богослужения, все связано с определенным ритмом наших ритуалов религиозных. Это значит, что есть некая постоянная составляющая христианской жизни. И вот это постоянство дарует Бог человеку, оно ведет человека к миру. Как один из философов отметил, что процессы в истории они называются катастрофическим прогрессом. То есть некий прогресс разрушения, катастрофии с греческого языка, разрушения, катастрофии, если произнесем правильно. И вот ему возлюбившему нас прошу прощения, шестой скиф, и соделавшим нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Вот заканчиваются эти слова литургическим окончаниям. Помните, это часто звучит за богослужением. И это как бы еще раз нас убеждает, что Священное Писание, оно литургично. Литургично это значит, что оно только тогда правильно понимаемо, если оно вкраплено именно в церковную жизнь христианина. Его невозможно понять, сидя в кабинете. Это не схоластика, о которой можно рассуждать, как рассуждают, скажем, есть литературная критика, то есть критика текста, когда просто можно сидеть в кабинете и сделать какие-то выводы относительно того, что автор хотел сказать. Здесь нужно жить церковной жизнью. все грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные. Все грядет с облаками. То есть в данном случае облака являются образом святых и ангелов. потому что Бог не нуждается в каких-то облачках, за которые часто атеисты в те советские времена упрекали верующих. А ну у вас там дедушка на облачках сидит. Нет. Богу облака не нужны. Это символы. символы огромного количества. Когда мы говорим, что много, как туча или как облако, много. Много святых. Много ангелов, которые будут сопровождать. Знаете, если возможно, даже есть такое сравнение, по-моему, у Иоанна Златоустого, он говорит, Господь, как пчелиная матка. И вокруг этой пчелиной матки огромное количество пчел. Так и вот святые будут и ангелы сопровождать Христа. И узрит его всякое око. То есть все увидят эту славу Божию. увидят пришествие Христа все без исключения. И те, которые пронзили его в том числе. И возрыдают пред ним все племена земные. Потому что они отрицали Христа. Они поклонялись всевозможным идолам, божествам, себе наконец, вещам каким-то. Мы знаем, что практика человечества религиозная настолько многоразлична, чему только люди не поклонялись за всю историю человечества. И они будут плакать и рыдать, потому что поймут, что поклонялись не тому. Ей аминь. Ей это да, истинно так. Я есть альфа и омега. Начало и конец говорит Господь, который есть и был и грядет вседержитель. Я есть альфа и мега. По отношению к человеческой истории он начало и конец. потому что именно в нем, как в новом Адаме, потому что первый Адам, он не оправдал смысла своего человеческого призвания. Он отошел от послушания воли Божьей. Он нарушил волю Божию. А Сын Божий всегда исполняет волю своего Отца. Он никогда не нарушает. И Он дает молитву нам Отче Наш и молитесь так. Отче Наш, не Отче Мой или Отче Ваш. Ухожу к Отцу Моему и Отцу Вашему. С момента воплощения Христос делает всех людей сынами Божьими и дочерьми Божьими. Именно через воплощение. И поэтому Он смысл истории. Потому что Он всегда исполняет волю Отца. И неоднократно Спаситель говорит в Евангелии «Я пришел исполнить волю Отца». Вот это самое важное. Многие приходили и придут во имя Свое, а Я пришел во имя Отца. И поэтому Он говорит «Свидетельство Мое истинно». То есть не в имя Свое. Начало и конец говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Вот заканчивается восьмым стихом приветствия. Девятым стихом начинается повествование Иоанном откровения, видения, которое Господь дал Иоанну Богослову. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Здесь без комментариев. «Я был в Духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега». Вот очень важный момент. «Я был в Духе в день воскресный». Есть такие сектанты, они называют себя адвентистами, субботниками в народе их называют. Это сектанты, которые утверждают, что самый главный день, центр христианской седмицы недели есть суббота. Да, и действительно так было в Ветхом Завете, но в Новом Завете мы встречали уже в книгах евангельских в посланиях апостола Павла, где говорится о том, что первые христиане собирались в день воскресный для преломления хлеба и вина. То есть для Евхаристии, для Божественной Литургии. Почему? Потому что в воскресный день произошло самое главное событие человеческой истории. Христос воскрес из мертвых. А значит, человек через это воскрешение получает возможность тоже воскресного. воскресного. И вот день воскресный это день, когда Господь открывает Иоанну. Это откровение, о котором мы будем читать. Это день литургический. Это день особой глубокой связи человека с Богом. Я был в духе. Я был в духе. Имеется ввиду, что Он был в духе святом. И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, Я Альфа и Омега. Первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Осии, в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру и в Сардис и в Филадельфию и в Леодикию. Мы должны понимать, что Святым Духом человек перерастает себя. Потому что вот часто человек говорит вот в таком житейском нашем, обыденности нашей. Я был не в духе. Или сегодня начальник в духе. Можно идти к нему. Вот изначально, изначально быть в духе это значит быть в благодати Божьей. То есть в духе человек каком? Духе смирения. Помните, как говорит Серафим Саровский, скажи, дух мирен и вокруг тебя тысячи спасутся. А если у тебя нет духа мирного, то все проходят так знаете осторожно. Потому что человек не в духе, у него нет духа мирного, у него некое состояние беснования. Он злится на подобных себе, он возвышает голос на подобных себе. Они такие же образы Божьи. И поэтому быть в духе это прежде всего быть тесно в Боге. И вот именно в этом состояние исцеленности внутренней. Потому что исцеленность это когда ум и сердце и воля и тело все в таком вот гармоничном едином состоянии. Нет вот этого выражения что я вот как бы был не в себе или вот умом понимаю а сердцем вот чувствую другое и так далее. То есть человек был именно в этом состоянии целостном. Я почему об этом говорю? Потому что вся сложность понимания этих текстов которые будут ниже начиная с четвертой главы особенно и дальше это будут очень загадочные мистические тексты. Их понять можно только через святоотеческие толкования. Самому очень сложно понять потому что мы находимся не всегда в духе. Мы находимся иногда настолько в духе но не духе святого а мирском духе и поэтому не понимаем помните как спаситель говорил такие слова обращенные к апостолам я вам говорю о земном и вы не понимаете как я могу говорить вам о небесном и поэтому эта книга не читается за богослужение потому что нужно быть в особом состоянии духовном поэтому когда я сегодня взял на себя дерзость истолковывать этот текст то предварительно прочитывал достаточное количество текстов святоотечествен для того чтобы вам помочь разобраться в этом непростом но все-таки важном тексте для нашего спасения потому что он связан очень тесно с человеческой историей с концом человеческой истории этому всегда нужно хотя бы для начала помолиться нужно помолиться Богу для того чтобы Бог открыл именно то о чем мы будем читать и читаем я обратился чтобы увидеть чей голос говоривший со мною и обратившись увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного сыну человеческому обличенного в падир и по персим опоясанным поясом золотым золотым голос исходил от подобного сыну человеческого почему подобного сыну человеческого ведь мы знаем что спаситель он и есть сын человеческий а почему здесь идет речь о том что он подобен сыну человеческом потому что когда мы будем читать текст ниже мы увидим что глава его и волосы белы как белая волна как снег видели вы такого человека с такими волосами видели такого человека и очи его как пламень огненный поэтому он сын человеческий он воскресший сын человеческий и сын божий конечно же но здесь он воспринимает его как сын человеческий как говорит греческий текст ос как подобного сыну человеческого потому что таких сынов человеческих Иоанн Богослов не встречал в своей жизни он и сын человеческий и в то же совершение по своему необычному образу светящемуся и сын человеческий находился посреди семи светильников семь светильников это семь церквей о которых только что говорилось имеется ввиду осийская эфесская и так далее но как мы уже говорили ранее что цифра семь обозначает полноту то есть имейте ввиду все церкви все православные церкви являются этими светильниками очень важно что именно церковь отождествляется здесь со светильником потому что светильник это носитель света переносной носитель света его можно взять как подсвечник как и делают люди и переносит с одного места в другое место господь сказал аз есмь свет мир но он сказал и другие слова вы свет мир церковь зажглась от света Христова и она стала тоже носительницей света она тоже способна просвещать но самое важное что именно Христос этот искрометный Сын человеческий который весь сиял он находился посреди этих святей это значит что Христос всегда находится в истории церкви внутри самой церкви он дает свет светить светильником он зажигает он может и погасить этот светильник и по персям опоясанного золотым поясом мы знаем что пояса мы можем опоясывать себя только по талии и в писании говорится что припаяшки через слава то есть вот здесь припаяшки и будьте готовы к брани широкая одежда у древнего человека была вот как одежда священнослужителя и если человеку в этих одеждах нужно было работать трудиться он должен был припоясаться поясом потому что без припоясания он не мог работать одежда будет ему мешать помните также и поручил священника есть он навязывает здесь тоже для удобства чтобы он мог работать называется литургисать на греческом языке делать общее дело пояс меч духовный палец который обозначает то есть он готовится именно к служению готовится к труду а вот у спасителя а так вот еще одну важную деталь нужно отметить монахи припоясывают себя поясом кожаным кожа мертвое мертвое смерт животного это символ умерщвления страсти то есть здесь мы припоясываем как бы умерщвляем свою похоть как бы отделяем нижний этаж от верхнего этажа человека для чего для того чтобы нижний этаж не мешал думать человеку и чтобы сердце не увлекалось похоть мы как бы выделяем и говорим вот человек сейчас должен служить Богу умом и сердцем а здесь все должно быть умерщвлено а Господь не припоясывается здесь потому что нет необходимости умерщвлять страсть потому что у него нет страсти он чист если вы обратили внимание есть такие служители церковно служители они не священнослужители а церковно служители и подъекана они обычно при архиереях прислушиваются и вот они припоясывают арарь арарь это вот когда дьяков помните такая лента и он так вот возглашает держит правой рукой конец этой ленты араря в переводе с латыни молиться возносить молитву вот ораториум отсюда то есть это как бы однокоренные слова так вот так вот он и подъекар припоясан крест на крест вот еще может быть видели на иконах ангелов архангелов помните у них так вот припоясан крест на крест вот этот видели да вот и здесь значит говорится о том что припоясаны вот особенно в скоконнославянском тексте по сосу так и говорится то есть вот так здесь у нас находится по сосу сердце и вот диакон он тоже припоясывает себя так в определенный момент перед тем как приступать к чаше вот когда он священник возгласил святая и святая и заходит диакон чтобы причаститься с чашей он так делает тоже припоясывает что это значит это значит что Бог показывает у меня гнев моего сердца сдержан я не пускаю свое чувство своего сердца не даю осуществиться гневу праведному он как бы находится под как сейчас принято говорить под контролем Господь контролирует свой гнев в отличие от человека как человек говорит я как бы не в себе был а Бог все держит в своем сознании в своем ведении и ноги а простите глава его и волосы белы как белая волна как снег и очи его как пламень огненный и ноги его подобны халкаливану как раскаленный в печи и голос его как шум вот многих вы знаете когда мы говорим о таких образах вы можете представить вообще ноги раскаленные как халкаливан халкаливан это двусоставное слово халк это медь и ливан ладан мы себе не можем этого представить вообще вот как это можно да вот как это возможно тем более ноги живого человека это невозможно представить особенно когда мы будем пускаться ниже по тексту мы будем такие образы встречать что они будут ну вот как сейчас есть фантастические фильмы и вот они создают какие-то образы вот там мы тоже будем встречать вот что это такое вообще почему именно такие вот образы господь использует ада они страшны понимаете вот здесь я проведу такую как бы аналогию постарайтесь ее понять правильно вот сон есть бодрственное состояние а есть состояние сна у человека бодрственное состояние это состояние прежде всего связано с рассудком человека когда он критически все оценивает оценивает то есть он называет правильно цвета то есть адекватный человек как сейчас опять-таки принято называть а состояние сна нельзя сказать что состояние сна неадекватное да оно неадекватное по отношению к рассудку по отношению к бодрственному сну это да действительно так почему мы не воспринимаем в качестве аргумента для скажем рассуждений какие-то образы из сна мы не используем даже если человек во сне согрешил скажем да какой-то грех совершил то он не согрешил он не осуждается за этот грех но почему мне хотелось бы именно сравнить человека в духе святом именно со сном человеческим вот у каждого во сне были какие-то вот такие знаете не совсем адекватные образы да или что-то вот мы вступаем в общение с какими-то людьми с которыми реальной жизни мы не можем вступить вот можно пообщаться во сне с президентом запасно причем можно ну скажем там перепрыгнуть через море я не знаю но все что угодно да все что угодно можно во сне и обратите внимание вот такая интересная деталь эмоциональная деталь вот при этом когда это все происходит наша душа реагирует на это правда ведь иногда человек просыпается от сна и что он ощущает в душе своей он ощущает ну да или страх или наоборот радость все зависит от того именно какие образы он переживал в этом сне да я сейчас приведу такой пример из сказки возьмем Кащея Бессмертного его жизни где что он ну да в ларце в яйце и в результате жизни его отождествляется с чем с иголкой да вот этот образ получается вот жизни в этой сказке не в самом Кащея Бессмертном да а где за пределами где-то причем очень далеко Кащея может где-то быть совершенно в другом месте а жизнь на дубе то он и так далее и вот вот для него есть реальные ощущения того что кто-то подобрался вот Иван дурак подобрался вот к игле где жизнь и он это ощущает то есть для него это очень и очень осязаемое реальное ощущение и вот представьте себе что во сне вам говорят в этом пламени огня сечки ваша жизнь как вы будете ощущать этот пламень огня на свечке именно во сне вы так и будете ощущать что там ваша жизнь и вы будете бояться как бы никто не погасил этот маленький огонь правда ведь настолько человек реально ощущает вот эту связь конечно понятное дело что это нереально жизнь во сне но там для человека не существует именно этого разграничения что реально а что нереально реально все то что появляется в кадре абсолютно все реально даже полный абсурд является реальностью согласитесь и вот когда господь погружает иоанна богослова в это измерение надчеловеческое как бы в глубины святого духа вот апостол павел так и называет глубины божьей глубины божьей и глубины божьей постигается духом святым и когда он погружается в эти глубины и господь открывает иоанну богослову то что он открывает и когда он открывает то иоанн богослов находится не здесь а находится именно в том измерении святого духа и вот все его переживания все его ощущения видения это другой ракурс если хотите это вообще в других тенях и в других так сказать подсветках там нет даже теней там свет и вот все то что видит иоанн богослов у него обостренное зрение у него настоящее зрение и вот человек вот таким знаете плохим зрением он не может видеть так как видел иоанн богослов и поэтому он передает в чем это все именно в образах потому что если он будет в каких-то логических выкладках давать то что такое логика логика она опять приходит к какому-то выводу а здесь нет вывода здесь говорится о жизни о жизни о которой нельзя сделать вывода потому что она еще не наступила и пророк в отличие от нас видит так как дает ему видеть бог а бог как видит он видит одновременно прошлое настоящее будущее нет вот этой бурной реки которая разделяла бы прошлое настоящее и будущее ничто не разделяет все связано знаете когда мы бросаем камень в воду и вот волна которая исходит от этого камня она переходит в другую волну как плавно потом в третью в четвертую и нельзя даже сказать что где начинается та и где заканчивается это то есть настолько сложно потому что это целостно где можно сказать заканчивается рука человеческая анатомически мы можем сказать но психологически человек не может сказать где у него заканчивается рука почему а потому что он осознает себя не как часть анатомического театра в морге а он осознает себя как целое существо и поэтому если скажем руку обжечь то все тело содрогнется и потому скажите где начало где конец и когда бог погружает человека в это измерение святого духа то человек начинает не фрагментарно воспринимать этот мир как воспринимание умы то что мы видим здесь мы не видим то что за стеной этой или той стеной но ведь жизнь там продолжается но это в измерении этого мира а есть вещи когда вообще начинается другое измерение жизни душевное духовное и так далее но бог иоанна богослова погружает в благодать святого духа и вот он не может передать он использует понятные какие-то общие символы какие-то знакомые для людей угадываемые слова да свет яркость белизна вот светильники но это не так сужаются именно вот то что он увидел до рамок нашего просто сознания но этим не ограничивается потому что глубина основная сокрыта за пределом этого символа и поэтому только понимая что это тайна а тайна это не загадка это не ребус разгадать невозможно возможно только погрузиться и ощутить быть неким сообщником этого бытия и вот когда душа христианина подвижника исцеляется то он говорит я чувствую этот мир по-другому я чувствую как солнце светит по-другому я чувствую как речка журчит не просто ее звук не просто свет а ощущает вот эту связь с Богом что все единое и вода и свет и земля все единое целое вот этого целостного восприятия у человека который именно обращается в качестве исследовательского начала к своему уму ему не хватает вот этого целостного видения он анатомирует вот человек на греческом языке звучит еще кроме того что он антропос вот еще есть атмос вас это удивит конечно но даже сегодня они используют и в новом греческом языке не только в старогреческом атмос атмос почему потому что в переводе неделимый человек это неделимое он не может делиться это предел дележа всякого дальше мир не делится за человеком потому что человек целостный его нельзя делить это не сумма частей это целое потому что сумма частей Это совершенно другое. Сумма частей – труп в морге. Можно его разделить на части. Поэтому целое – это не сумма частей. Целое – это прежде всего живое. Я так подробно пытаюсь об этом говорить, потому что мы должны понять, что мы погружаемся в другую реальность. И нельзя вот так, а раз непонятно, значит, это неправильно. Или этого вообще не может быть. Это мы не понимаем, потому что мы не возвышены Богом до именно этого понимания. Но когда-то, может быть, что-то, то, что нужно для нас, откроется, но если будет угодно Ему. И переходим дальше. Он держал в деснице Своей семь звезд. И из уст Его выходил острый, с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. Он держал семь звезд. Это именно символ благодати Святого Духа. «Я Духа Своего пошлю вам», – он сказал апостолам. Он посылает Своего Духа. «И из уст Его выходил острый, с обеих сторон меч». Меч обоюдоострый – это символ Слова Божия. Он разделяет человека, Дух, Душу и тело до составов и мозгов, как говорит апостол Павел. То есть, вот этот луч света, вы знаете, какая система, скажем, усвоения пищи у растений? Фотосинтез, да? То есть, синтез света, значит, в растении становится пищей для растения. Сам свет синтезируется в самом растении. И вот душа человеческая, Дух, Ангелы, они именно питаются, подобно растению, светом Божественным. И вот этот свет, он проникает, как меч обоюдоострый, для того, чтобы разделить, отделить то, что неправильно. Знаете, как сейчас делают операцию Лазарева? Скажем так, безболезненно. То есть, он проникает и делает свое дело. Вот этот лазер духовный, он проникает в человека. И никто не имеет права туда проникать. Ни экстрасенсы, ни какие-то биоэнергетики, колдуны, чародии и так далее, которые все хотят проникнуть в человека, манипулировать его сознанием, манипулировать его жизнью. Только Бог может проникнуть своим обоюдоострым мечом. Потому что он только так проникает, что человек не терпит никакого ущерба, а только спасение. Лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Помните, и праведники воссияют, как солнце. То есть, от солнца правды. А солнца правды кто? Христос. То есть, все связано с светом. С светом. Вот если мы посмотрим на человека, так вот, скажем, естественными такими глазами своими, и увидим его какие-то дефекты на лице, можем увидеть. Там ямочки какие-то, может быть, там прыщики какие-то. А вот если свет мы направим на лицо человека, вот этот свет, он как бы скроет все недостатки на человеческом лице. Вот когда фотографируют, помните, направляют поток света для того, чтобы сделать с кого-то фотомодель. И вот Господь сиянием своим, Он всякий недостаток сокроет, который был у человека. Он даст ему светоносную одежду, в которой и был Адам до своего грехопадения. Он вернет ему эту одежду. И в толщу света никто не может проникнуть. Когда мы будем смотреть в свет, мы ослепнем. Почему называется свет божественным мраком по святоотеческим учениям? Потому что человек, который смотрит, он ослепляется источником света. И поэтому человек действительно будет полным атомом. Он неделим будет, потому что от него будет исходить изнутри этот свет, от солнца правды. Все будут сиять через него, все будут получать свет от него. «И когда я увидел его, то упал к ногам его, как мертвый». Помните, уже однажды мы встречали на страницах Писания. Когда преобразился на фаворе спаситель, то упали апостолы как мертвые. Господь даже не всех апостолов взял, а только троих. Самых готовых. «Да во сияет свет твой пресносущный». Ученикам. «Яка же мажаку они». То есть, насколько они могут вместить этот свет, и то они не смогли его вместить. Внутри была какая-то тьма, которую не смогла принять. Какая-то закрытость. «И когда я увидел его, пал мертвый, как мертвый, и он положил на меня тесницу свою, и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и сяжи во веки веков. Аминь». Здесь можно сказать только одно, потому что все понятно, он положил тесницу свою. То есть, это вне общения какого-то Бога запредельного, который не чувствует человека, он руку свою положил, он утешил, он как бы соединил себя с человеком, сказал мы вместе, не бойся. «Имею ключи ада и смерти». Это замечательные слова. Что значит Христос имеет ключи ада и смерти? Это значит, что их не имеет сатана. Потому что некоторые считают, что ключи у Вильзевула ада и смерти. Нет, не у беспредельщика ключи. Ключи у Христа. Это значит, что никто по беспределу сатаны не сможет быть затворен, закрыт на ключ. Это здесь могут закрыть в этом мире и невинного. Мы даже знаем, такой период был историй в нашей истории, отечественной истории, когда закрывали невинных, праведников. Господь закрывает от беспредела сатанинского ад и смерть. И над адом не имеет власти Вильзевула. А ведь он часто говорит, «Я властелин ада». Нет, он не властелин ада. «Я властелин смерти», — говорит сатана. Нет, не властелин смерти. Поэтому он внушает своим поклонникам и говорит, «Вы будете царствовать вместе со мной». Нет, не будут они царствовать. Они будут там есть друг друга, как крысы в банке и скорпионы. Потому что у всех гордыня. А там, где гордыня, там будет уничтожение друг друга, потому что никто ни перед кем не смирится. Власти ни у кого там не будет. И слава Богу, что власть над смертью имеет не дьявол и над адом, а Господь. Это значит, что никто случайно туда не попадет. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть». Напиши, что ты видел, и что есть. «И что будет». То есть эта книга, Апокалипсис, она говорит нам о том, что ты видел, что есть и что будет. То есть не только о том, что будет, но и что есть. И об этом мы узнаем из 2-й и 3-й главы. Что есть. А вот что будет, это будет с 6-й главы и далее. «После сего». «Тайна 7 звезд, которые ты видел, ясница моей, 7 золотых светильников, есть и я. 7 звезд, суть ангела, 7 церквей. А 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Когда мы говорим о том, что 7 звезд – это 7 благодатных даров и 7 ангелов. здесь мы должны понимать, что ангелы, они как бы не имеют своей жизни. Не в том смысле, что у них нет воли, нет свободы. У них есть воля, у них есть свобода. Но ангелы, они всегда исполняют волю. Они как бы даруют дары, несут дары к душе человеческой. Все в этом мире иерархично. Тот огонь, который нисходит на землю, к человекам, то почему ангелов называют святые? Как? Вторыми светами. Вторые светы по отношению к кому? По отношению к Богу. А мы третьи светы. То есть мы получаем от ангелов то, что дает Бог. Потому что сам ангел не может ничего дать. Он только вестник, он только вещает, он только дарует, он только несет, что Бог ему дал. И поэтому так часто отождествляется благодатный дар с ангелом. Но на самом деле это разные вещи. Просто дары Божьи нам приносят ангел. Можете сказать, что ангелы отражают? Отражают, да. Вот как мы можем получить свет Солнца через Луну? Да, конечно, тот свет Солнца, который мы видим, и тот, который на Луне, это разная. Разная, как бы, разная количественность света. Но это тот же свет, который ты видел, суть семь церквей. И вот когда мы говорим о семь-семь, то это соборность. Вот эта соборность, она очень важна. Кафоличность есть такое еще понятие. Кафоличность, наша церковь православная, она кафолическая. Вот Ирине Леонский в своих писаниях, он называет православную церковь католической. Почему? Ирине Леонский это святой третьего века. Почему католическая? Потому что именно православная церковь есть католическая церковь. А католическая, которая называет себя католическая, она не католическая. Святые отцы говорили, это латиняне, католики мы. Просто произношение католическое в восточном произношении – кафолическое. А в западном произношении – католическое. Тома, фома, вот, и так далее. Что значит католическое, кафолическое? Это всеобъемлющее. Она объемлет весь мир. Соборность подчеркивает – собирает весь мир. Как собирает птица, птенцов своих. Почему мы называем Мать-церковь? Мать-церковь. Она собирает. Собирает детей Божьих под крыльями свои. Но вы не захотели, говорит Господь. Ангелу. Так, еще полчаса. Вторая глава. Откровение семи церквям. Вторая и третья глава. Откровение семи церквям. Первый стих по седьмой, включительно, обращение к Ефесской церкви. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Вот здесь мы сталкиваемся уже с трудностью понимания. Если семь ангелов, он держит. И с другой стороны, к Иоанну Богослову Господь обращается, потому что это прямая речь. Скажи ангелам. Но если Господь держит этих ангелов в руках. Еще более ангелами. Нет. Вот именно здесь, в церковной традиции, ангелами называются также предстоятели церквей. Ангелами также называются и святые. Вот часто говорят, с днем ангела тебя. Вот ангел-покровитель нашего храма, Александр Невский. Почему? Потому что и святые люди, и епископы, и священники, они являются ангелами, потому что они вестники, они вещают, они вестью, благой вестью хранят, хранят церковь. Поэтому есть небесные ангелы, есть земные. И поэтому даже настоятель храма тоже ангел, земной ангел, епископ-ангел епархии, патриарх-ангел поместной церкви. Но есть именно ангелы небесные. Поэтому ангел-это вестник, в греческом языке это просто вестник. Поэтому они говорят до сегодняшнего дня. Он пришел, ангелос, имеется в виду не ангел. Для нас это будет странно звучать, просто вестник пришел. Скажи ангелу эферской церкви. Так вот, эферской церкви ангел это епископ эферской церкви. Епископ эферской церкви. И вот здесь мы должны еще кое-что понять. Вот эти семь церквей, это не только семь епархий. Это еще семь периодов церковной истории. Это очень важно понять. Семь периодов церковной истории. И поэтому эферская церковь это период апостольской церкви. Апостольская церковь. И вот сейчас мы читаем. «Знаю дела Твои, и труд Твой, и терпение Твое, и то, что Ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжицы». Здесь Господь вразумляет, что не все называющие себя апостолами, как сейчас не все называющие себя патриархами киевскими, и всея Украины, чтобы было понятно. Поэтому сейчас много, кто называет себя священником, или епископом, или патриархом, но не суд таковы. Вот эта преемственность к церкви Христовой, помните, церковь невозможно создать, это мы узнали еще с третьей головы Деяния апостольских. К ней нужно только что присоединиться. То есть Господь ее создал, и мы должны только к ней присоединиться. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжицы. «Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою». Вот эта первая любовь, это любовь именно к доброделанию. Вот помните, когда Неофит обращается к Богу, он горит весь, потом он немножко начинает угасать. А вначале, помните, он настолько все буквально понимает. И в этом есть своя правда. Но другое дело, что у него нет рассудительности, и он выгорает. И в какой-то момент он как остывший уголь. И вот потом человеку приходится по-новому как бы возвращаться в жизнь церкви, потому что он перегорел. И вот он оставил первую свою любовь. Дела милосердия, любви. «И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». То есть те, о которых первой любовью называется. «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». То есть мы видим, что именно Бог может сдвинуть светильник. Так и произошло. Эфесской церкви на сегодняшний день нет. И вообще на территории Турции, Малой Азии, Азиатском континенте, там почти нет христиан. Вообще на сегодняшний день на территории Турции не более трех тысяч христиан. Хотя Константинопольский патриарх первый по чести в гиптихе среди патриархов. Но самое маленькое количество христиан это именно на территории Турции. «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину так». То есть все у Бога. Бог управляет церковью. А епископ, как ангел, должен слушаться. Он пасти должен паству. Словом истины. Помните, священник молится за литургией? Там, митрополита, патриарха и так далее. И потом, значит, «Право правящих, слово Твоя истины». То есть они должны право править словом Христовой истины. «А если не так, то сдвинется светильник с места. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов». Вот здесь упоминается гересь Николаитов. Есть предание о том, что это один из деканов. То есть среди деканов, значит, оказался вот такой Иуда, еретик из антиохийских обращенных, язычников. И он создал ересь Николаитскую. И мы видим, что не все, что сверху, в данном случае, от Бога. Есть чистая вера, а есть вера ущербная. Есть вера извращенная. Поэтому отсюда мы должны помнить, не все ли равно, как верить, часто человек говорит, да? Не все ли равно, а можно и в того верить, и в это верить и так далее. Богу не угодно, чтобы человек верил так, как ему хочется. Конечно, мы можем сказать, что такое вера. Это как ключ. Вот, например, я сейчас возьму ключ. Вот этот ключ. Вот скажите, это ключ или нет? Ключ? И да, и нет. От этой двери ключ. А если я вот в ту дверь поставлю, это ключ или нет? Нет. Ключ, он только тогда, когда он открывает замок. А если он не открывает, значит, он не ключ. Совершенно верно. Но какая разница, если мы будем иметь связку ключей, но не сможем одну маленькую дверь открыть, с одним маленьким замочком. Значит, это не ключи, это набор металлолома, который мы принесли. И вот здесь очень важно понять, что у Бога ключи. И он дал ключи, но дал ключи апостолам и их преемникам, епископам. Апостолу Петру, помните, он сказал, я дам тебе ключи Царства Небесного. Но он не дал ключи рая и ада, а дал ключи Царства Небесного. Почему? Потому что человек остается всегда человеком. И если дать человеку ключи от рая, простите, от ада и смерти, то он может переусердствовать. Поэтому ключи только от ада и смерти, только у Христа, только у Бога. У человека только от рая. В рай может попасть случайный человек, а вот в ад нет. Это очень важно понять. Поэтому Бог держит у себя только эти ключи. Это слава Богу, что он держит у себя. Это полегче. И вот, Николаиты это не тот ключ. Не тот ключ. Адвентисты, свидетели Якова, это не те ключи. Ими мы не сможем открыть для себя дверь спасительную. Вы понимаете? Которой я ненавижу. Вот вдруг. Читайте свои слова. Которой я ненавижу. Имеющий ухо, да, слышит, что Дух говорит церквам. Вот здесь подчеркивается, Дух говорит церквам. Не церкви, хотя обращено что? К Эфесской церкви, да? Послание. Но он заканчивает, что Дух говорит церквам. Всем. Всем церквам. Да, это обращено как бы к одной церкви, но слышать должны все, потому что нет разделения в церкви. Это как нет разделения, если только мужчина, женщина, муж и жена, муж будет говорить, это я, а это она. Они, говорит, не должны так. Они должны говорить, это мы, потому что они одно тело. И поэтому Христос, когда остановил безумствующего Савла в Дамасской пустыне, который хотел гнать христиан, что он сказал ему? Савл, Савл, зачем ты гонишь мою церковь? Нет. Он не сказал. Он сказал, Савл, зачем ты меня гонишь? Но разве Савл гнал Христа? Нет, он не гнал. Христос уже воскрес. Кого же он гнал? Церковь гнал. Но Христос сказал, зачем ты меня гонишь? Потому что Христос своей церковью, это одно тело. Он сказал, церковь, это тело мое. Значит, церковь Господь не отдаст никому на поругание, потому что это его тело. Это мы можем надругаться на церкови, но Христос не отдаст на произвол свою церковь. Он может подвергнуть испытаниям, для того, чтобы мы прошли закалку. Но Господь знает, когда это делать. «Имеющий ухо, да слышит». Побеждающему дам вкушать от древа жизни. А ведь от древа жизни ключик был потерян. Помните, стал херувим с пламенным мечом у входа в рай. Отдам тебе вкушать от древа жизни. Но слушающему. И что? Побеждающему. Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Побеждающему. Поэтому всегда в святоотеческих творениях христианин, который спасал свою душу, он назывался подвижником. Потому что он постоянно был в духовной брани. Он воин. Он должен победить. Поэтому Антони, когда явился, простите, Христос явился Антонио, который изнемогал свое брание, он сказал, «Я люблю борющегося человека». Значит, побеждающего. Дам только побеждающему. А если страсти нас побеждают, если всякие ереси, николаитов и так далее побеждают нас, значит, мы не получим вкусить от древа жизни, которая посреди рая Божия. Вот это очень побеждающее. И обратите внимание, что в конце каждой, каждого отдельного письма, обращенного к отдельной церкви, там будет опять звучать слово «побеждающий». «побеждающий». Затем, все эти письма, за исключением одного письма, в котором ничего хорошего не будет сказано, ничего, все письма делятся на несколько блоков. Первый блок, значит, обращение Господа, «Я знаю, что Ты хорош, дела Твои, что Ты не можешь сносить развратный». То есть, как бы о благочестии говорить, что Вы хорошие люди. Далее, «но имею нечто против Тебя». То есть, есть и плохое в Тебе. Но если Ты это плохое преодолеешь покаяние, то Я Тебе дам обетование, Ты получишь хорошее. То есть, вот три блока основных. В каждом обращении этим церквям. Обращение к Смирнской, Но вот что самое интересное, сразу скажу Вам. Мы сегодня не дойдем уже до Лаодикийской церкви, последней. Это будет последний период истории. Ничего хорошего не скажет Христос о том, что будет в ее истории. Ничего хорошего не будет. Но, тем не менее, Господь будет призывать покаяние. И если Он говорит, «Ты сможешь победить, то тогда дам Тебе сесть на престоле». Так вот, это апостольский. Я сегодня еще, у меня есть время на одну, на одну церковь, 15 минут. Обращение к Смирнской церкви. Обращение к Смирнской церкви – это период гонений церковных. 200 лет приблизительно были гонения, до начала 4 века. С апостольского, то есть 2-3 века – это гонения церкви. Конечно, эти гонения были с разной интенсивностью и так далее, но, тем не менее, церковь была гонима. Это в 313 году она уже стала легальной, государственной церковью. Помните, при Константине Великом. И вот, «Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, и все жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат». Чем богат? Истинной. То есть, ты имеешь богатство истинной. «И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». Дело в том, что в апостольское время таких слов еще не было, потому что настолько была тесна синагога связана с раннекрестьянской церковью. Это было, как помните, когда изучали вот эти из деяний апостольских, затем из посланий апостольских, когда апостолы проповедовали в синагогах иудейских. То есть, они везде, в первую очередь, проповедовали именно в синагогах. Это было первое место проповеди, а потом уже к язычникам шли. И вот во втором веке уже четкая была проведена граница. Вот, кстати, даже когда Нерон гнал христиан, то вначале он гнал иудеев. Вот для него вообще христиане-то были иудеи. И поэтому он гнал вначале иудеев, он считал, что это одно и то же. Потому что сложно было эту границу провести. И вот в период гонения на церковь, уже четко было. Это иудей, иудейская синагога, а это церковь Христова. И вот те, кто называет себя иудеем сейчас, потому что иудаизм – это религия, еврейство – это национальное происхождение. Иудейство – это национальное происхождение. Поэтому Господь здесь не осуждает еврейство, Он осуждает иудейство того времени. Потому что иудейство того времени – это иудейство, отвергшее Христа уже окончательно. Если в первые века, простите, в первый век апостольский, это была еще проповедь, кто-то отверг, в смысле распяли Христа, но все равно кто-то принимал, вот, выслушивал и так далее. А Андрей Первозванный, кстати, проповедовал у нас из Керчи, именно начал с синагоги иудейской. И здесь хорошо иудеи приняли апостол Андрея, а вот уже Феодосии плохо, а Херсаки и вовсе оказались люди на веру, как говорит нам Битания. И вот они сборище сатанинское. Об этом Спаситель уже говорил, помните, он говорил, что Отец ваш дьявол. Помните, он вот таким открытым текстом говорил, Отец ваш дьявол. Они говорят, нет, мы дети Авраама, я из камней этих воздвигну детей Авраама. Авраама. Не бойся ничего. Так вот, сегодняшний иудаинец, сегодняшний иудаинец, это как раз и есть вот это синагога сатаны. Потому что это сборище, которое отвергает Христа, Мессию, Спасителя. Они ждут своего Мессию. И вот тот Мессия, это будет уже антихрист. Поэтому здесь четко нужно провести границу, что здесь нет осуждения еврея как такового. Потому что среди христиан, а в первую очередь это апостолы, и сам Спаситель был еврейского происхождения, а именно иудаизма. Потому что в иудаизме эту богооткровенную религию, которая была до пришествия Христа, проникла каббала. Это страшное сатанинское магическое учение, где считается, что можно наводить порчу там на человека, что существует перевоплощение душ и так далее, и так далее. То есть весь оккультизм, он сосредоточен именно в сегодняшнем иудаизме. Конечно, есть иудеи тоже разные. Там прогрессивные иудеи и так далее, и так далее. Но именно в самых глубинах вот этого иудейского учения присутствует вот как раз вот это учение сатанинское, которое именно борется с Христом. Я помню, когда был на Святой Земле, сколько раз в меня плюнули, когда я шел в рясе с Христом, именно в самом буквальном смысле этого слова, как в отребье. Помните, апостол говорит, мы ссор для мира, для иудеи в первую очередь. А на ссор плюют. Вот на священников все эти их называют хасиды, вот, цадек вообще праведный, вообще, парадокс, вот это праведность иудейская. А не когда вот разминаешься с ним, кто-то может и в лицо плюнуть, вот, все зависит от того, где он, как он, он чувствует, вот. Правда, на меня плевали, вот так мы расходились и он поворачивался и обязательно плевал. То есть, это для них святое дело. А один вообще хотел меня застрелить, когда мы оказались возле гробницы царя Давида и один молодой фанатик, это было рано утром, я один священник был, вот, и был, возглавлял группу паломников. И он подошел и он доставал пистолет и благо, что, вот как-то там удалось, вот, это уже в 95-м году. А так он, да, то есть, причем этот старший, сопровождающий его, этого обкуренного или какого, ну, там глаза совершенно были мутные, вот, он говорит, ты свинья, ты должен, значит, быть у моих ног, здесь мой царь лежит, то есть царь Давид, ты не должен здесь быть. В каком духе? То есть, это полная ненависть. Конечно, там, где они не являются подавляющим, большинством, они как бы в мире существуют, нет вот этого радикализма, фундаментализма, это как ислам. Вот, сколько есть мусульман, которые вполне нормально могут сосуществовать и с православными, христианами, вот, но есть именно фундаментализм, то есть, радикализм. вот сейчас появляется фундаментализм, мы знаем, да, вот, исламские течения фундаментальные, вот, которые именно нацелены на то, чтобы все было только по шариату, то есть, не было других альтернативных руководств для человеческого общежития, только Коран. это подавление. И вот, заканчиваю уже, вот, дьявол будет, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Не бойся ничего, что тебе надобно претерпеть. То есть, вот это утешение для мучеников. Вот, дьявол будет вергать истрибив вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Вот скорбь дней десять. Что такое десять дней? Вот, именно здесь слова, ну, недолго, ну, не чуть-чуть, но чуть-чуть по-разному, двести лет. Просто, вот этот момент, понимаете, чуть-чуть, вот это десять дней, это вот есть, вот этот, понимаете, такой вот психологический момент. Не бойтесь, это пройдет очень быстро, легко. Помните, как мученики радовались, когда они страдали? Вот это очень важный момент. Как они смеялись над мучителями своими? Как они ходили в этих железных сапогах, как они опускались в котел с кипящей там смолой, и так далее, и так далее. Они радовались этому. И вот, чтобы искусить вас, то есть испытать вас, в темницу будете ввержены, и будете иметь скорбь дней десять, будь верен до смерти, будь верен до смерти, до смерти. То есть, если кому-то кажется, ну, нужно быть, ну, верным, но только не до смерти, не до мучения. Ну, вот так вот. Можно, знаете, как сейчас говорить, толерантно. Вот. Сейчас, особенно, это модно, вот, всевозможная толерантность на разных уровнях. Конечно, я сейчас не буду оснать, потому что это будет отдельная тема мультикультурности, которая сейчас является основным, как бы, выражением толерантности. Так, до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот опять обещание, то есть, вот, вот эта схема, вот в три блока, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышит, дослышит, что дух говорит церквам, опять церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, то есть, от ада. Вот этим я сегодня заканчиваю наше чтение, это 11 стих. Мы сегодня прошли обращение к двум церквям, эфесской, то есть, апостольской, и церкви Ганимой до 4 века. Может, какие-то вопросы у вас есть? Именно по тексту, то есть, чтобы, кому что может быть непонятно, слушаем вас. Только громко говорите, чтобы вы все слышали. Давайте, глупых не бывает вопросов. Да. Я не хочу говорить о том, что вы понимаете, как же вы эти депутаты говорили, не может ли вообще ничего нет? Не-не, вы громко говорите, потому что должны слышать вопрос. Вы знаете, я считаю, что вообще связаны. Почему? Потому что вообще символика, понимаете, действия, вот, например, у нас знание, да, ой, простите, значит, знамение, хотел сказать, знамение, вот, мы возлагаем, значит, троицу, при святой троице, ум, чувства, действия наши, освящаем себя крестом, именем Божьим, да? А что с этого может быть очень быстро получится? Какая еще фигура из трех пальцев? Кукиш. Понимаете? Вот это есть некое богохульство на святую троицу, понимаете? Да. Потом, скажем, трижды сплю, понимаете? На кого сплю? Трижды. На Отца, Сына и Святого Духа. Понимаете? То есть, вот, вот есть вот эти моменты, ведь, понимаете, наше общество, оно настолько пропитано именно крестьянским сознанием, крестьянским сознанием, что, вот даже спасибо, слово спасибо, вот, как бы в церковной среде мы понимаем, что это спаси Бог, да? Но ведь оно сейчас не совсем спаси Бог, спаси Бог, да? Без последней буквы. А это, знаете, как особенно интересно звучит, когда атеист спасибо, спасибо, конечно, очень, конечно, последовательно. То есть, атеист говорит спаси Бог. Он не подозревает, он просто пользуется этим стереотипом. И много таких стереотипов, есть, которые именно завязаны на церковном сознании. Еще какие-то вопросы? Да. Все, спаси Господь. Самый такой важный вопрос. Добраться. Ангелохранители вам.